ну чё всем здрасте всем привет вы на канале emphasis я андрей из colors добро пожаловать здесь мы говорим продавки технологии плагины в общем про все что касается создания современной танцевальной электронной по большей части музыки что сегодня будем делать сегодня давайте начали на расслабоне и посмотрим какой-нибудь видосик давненько мы этого не делали потому что я ну судя по вашим комментариям вижу что вроде вам эта рубрика залетает вот и сегодня мы будем смотреть и комментировать видосик от но изи да 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 той самой но изи которая является легендой дранду баса все хотят быть как нам хотели быть как но изя в свое время ну так вообще в принципе челики то уважаемые продюсеры но мое почтение блин навсегда если бы был какой-то как в рок-н-ролле зал славы дранду баса вот они точно в этом зале славы должны присутствовать к сожалению нойзи распалась у них там все свои теперь проекты но если честно ни один из проектов не их новых не нравится вот а вот старая нойзи а это вот ну прям круто короче поэтому сегодня посмотрим как же они делали свои треки ну и конкретно трек который называется дек лук вот если вы не слышали про такой трек я вас не веню я сам о нем недавно только относительно узнал потому что вообще это саундтрек к игре да то есть типа чуваки писали музыку к игре ну наверно их попросили там вообще-то в принципе неплохой способ заработка дату для многих артистов к игре который называется армаджет опять же я особо не шарю в таких типа играх это какая-то free-to-play дрочильня типа похоже на какой-то quake 2d я хз короче тебя бегаешь там стреляешь хз я короче ничего не слышу про эту игру но крут конечно что для них музон делала аж сама нойзи а скорее всего еще и до хрена кто да я тут случайно наткнулся на то что эта игра вроде как к сожалению померла ну интересно скажешь сегодня видос нойзи распалась игра для которой они делали трек померла немножко кладбищенский вайп ну да ладно короче ну короче погнали смотреть как обычно я буду что-то переводить комментировать от себя там что-то добавляете давайте погоним на чили на расслабоне смотреть видос по но изя the clock track walk walk through вот это видос с патреона их на 3 он кстати можете тоже подписаться обязательно ну типа кто хочет да там типа вот у них vision recording с патреончик это не полное видео на нам в принципе хватит посмотрите и ознакомиться некоторые важные моментики из него подчеркнуть ладно все погнали о май гад агайс welcome back to my studio today we're gonna dive into a project from the army jet soundtrack another one this time it'll be the cloak the drum and bass track from the soundtrack and so first i'm gonna play you the song and then we're gonna dive into the project which i have to say is exactly how i left it as with the other project so it's gonna be a little bit of an exploration mission trying to excavate some interesting facts about this particular song so так ну для тех кто не знаком но если это три человека было вот это конкретно лысый из но изи по моему там хотя и два таких это ник ник роз по моему не что фамилию не особо помню короче они все голландцы он нам собственно горя сейчас покажет свой проект причем он сказал что типа я его вот как оставил когда там он писал типа по моему он там в каком-то 2023 что ли году ли можно же раньше вышел этот трек ну довольно давненько можно же в двадцатом да я посмотрел сейчас spotify в двадцатом году вышел на их лейбле это трек vision recordings ну наверное к игре он вышел ну наверно еще раньше короче видос был записан двадцать третьем году так что в принципе довольно много времени прошло с ну того как он типа ливнул этот проект но он еще говорит что типа это для меня будет какой-то момент вспоминания exploration да там короче ну потому что свои проекты когда через три года ты их открываешь ты херевая шот там вообще происходило хер знает ну ладно погнали дальше сколько сколько это вот он столько 71 элемент это вот столько он на баун сил версии треков ахереть я если честно стараюсь больше двух-трех не скидывать в аудио потому что я типа есть проблема как у многих продюсеров я залипаю если я ну типа скинул в аудио я потом сижу и начинаю этот трек слушать и слушать надо чтобы он все-таки в проекте был но ник не парится у него 71 рендер этого проекта ну классно чего сейчас послушаем как на трек звучит с этим и весы и нам гонадист плейда файл фарсу и гонаде а вот это доскидка а а а а то а а аккорд м в от в а а и и и и Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Как, насколько я знаю, был самый главный продюсер. То есть все остальные, они, ну тоже, конечно, у них бесспорно крутые проды, но вроде как именно Ник вот всегда отвечал за вот этот тот самый саунд, короче, Noisy, да. То есть, ну он, насколько я, по крайней мере, из этого видео понял, он про этот трек больше говорит именно как про свой, короче, не знаю. Ну как бы трек подписан Noisy, да. То есть у меня почему-то вот именно как будто ощущение, что это именно он писал единолично. Хотя, не знаю, может быть и не так. Вот. Да, Cubasey какой-то старый, непонятно какой, но точно явно до 12-го, скорее всего. Так, фубарчик. Ну ладно, давайте посмотрим, что он дальше там расскажет. А, он сказал, кстати, что типа его любимый момент трека это яма. Потому что после вот этой всей насыщенности, там такие довольно жесткие барабаны, такие джангловые, да. То есть, ну типа они стандартные вот эти драндубасные пумбыч-пумбыч, что-то поинтереснее. Куча запилов, как обычно. И потом типа в минимализм все это скатывается. Он говорит, что это прям кайф. Самый главный кайф. Так, ну ладно, погнали дальше. В общем, это очень сложный кайф. Так, ну да, как вы видите, это довольно сложный кайф. Это очень высокий информационный демок на дробь. И это тоже имеет определенный кайф. Если вы видели другой видео о «Волхак», то я говорил там, что я пытался добавить музыкальный темп для каждого армагетта. И это же самое. Интересная демо, которую я писал для этого, не имеет вокал. Это было просто драмы и бейсы. И когда я это делал, я решил добавить эту сигнату, темпу. Так что я буду играть первую демо. Интересную вещь, что же сказал. То есть он, короче, ну естественно, он сказал, что очень такой насыщенный трек, он это понимал. И одна из типа фишек, которой ему не хватало, это какой-то вокальный музыкальный элемент, короче. Потому что сначала он сделал, ну типа бит и бас, да. То есть просто вот этот вот запил с барабанами. Ну конечно, блин, многим этого, казалось бы, достаточно. Но типа нужно было еще. Я его понимаю, потому что что-то музыкальное или вокальное, то есть это всегда плюс 500 очков к любому треку. То есть это людям больше нравится, короче. То есть, ну и он, в принципе, все правильно сделал. Давайте посмотрим, что дальше. Прикол. То есть, ну типа, видимо, ему создатели вот этой игры Армаджет поставили условия, ну сначала, да. То есть или он неправильно понял, или еще что-нибудь, не знаю. Что типа он начал писать какой-то электро, там что-то такое. Ну более медленное, да, чем Драман Бейсов. А потом случайно узнал, что оказывается создатели не против и драмчика на 170 BPM. Он такой, вау, круто. Погнали. Вот. Ну типа офигенно. Он там еще говорит про какие-то другие предыдущие треки с, я так понимаю, этого же альбома. Да, вот, Wallhack и Ascend. Вот. Ну это типа тоже какие-то треки с вот этого Армаджет саундтрек релиза. Ну окей. I made this. Типа оригинальная идея. This is got the main, you know, idea of the groove and the dynamics of the drop basically in there. Прикольно, как вот эта оригинальная идея практически без изменений в финальном треке, ну вот так, типа если послушать, да, то есть что в начале у него было, вот это самое первое, типа, идея, и тот трекан, который вышел, ну мы только что послушали, да, это почти одно и то же. Ну там вокальчик, да, действительно сверху и херачит еще музыкальный, но это очень близко. У меня так никогда не получалось. То есть у меня оригинальная идея от финального трека, это вот небо и земля обычные по качеству и по наполнению. Тут почти сразу, почти финальный. Ну что, мастер, ювелир? But it has no musical theme, and no intro, no outro, or anything. And it sounds... When I hear this back now, it sounds roughly the same as the final mix. You know, it has the same effect. Ну вот он про это и говорит. Even though I spent a lot of time trying to get the drop to sound better, because I was going for kind of an old-school sound here with, like, breaks and sounds with more resonances and more lo-fi elements, and not do a completely, you know, 2019 or whatever production on it, stay away from too many synthetic elements. But I did want it to sound big, of course. I didn't want it to sound old at the same time. I did want to use those elements. So I spent a lot of time in the mix, kind of fighting the sounds that I started to use, which is the classical thing that happens if you use old breaks. And, like, production style from back in the day, trying to clean things up. That's a whole process that you end up doing, which with way more modern production, if you're using really clean synths to begin with, you don't have that problem. So it's an interesting battle. And I have to say with this song, I don't feel like I completely got there. With many songs, I, you know, at some point just sort of stopped working on them. You abandon them, because you can't find any more faults in them, or you're just, you're out of energy to work on them. But there's always, there's always something you can say that you wish you had done differently. Ну, короче, интересную историю рассказывает. Вот, в принципе, то, что я тогда заметил, да, вот сейчас, про то, что очень похожа первая идея на финальный результат. Он говорит, что я сам это понимаю, но, типа, я пытался сделать лучше, и я уже не знал, что, короче, сделать. То есть, типа, у него там была задача сделать не слишком, ну, сильно синтетический какой-то там звук, да, в то же самое время он использовал кучу там олдовых всяких брейков, ну, такой уже практически рели, олдскульный джангл. Вот, но, типа, говорит, я уже не знал, что делать, поэтому вот решил так оставить. Ну, что, круто. Это редкость, на самом деле. Ну, мне кажется, что это редкость. Обычно ты все-таки сначала эта вот идея, которая была, это, ну, такое, там, окей, процентов на 50-60 от финального звука, ну, максимум, наверное, это звучит, а, ну, финальный звук, когда, конечно, гораздо лучше делаешь. Но тут, видимо, просто нечего было улучшать еще. Круто. Типа, я пытался сделать еще лучше, вот он говорит, я чувствовал, что что-то не так, я пытался сделать лучше и не мог. Вот так что, когда вы будете пытаться сделать лучшее звучание своих треков, помните, что даже Ник из Нойзи не может сделать лучшее звучание своих треков, ну, вот, блядь, не может и все в каких-то ситуациях. Хотя, конечно, он прибедняется, то есть звук у него, мое почтение, так уже изначально был, конечно, очень крутой. Я еще не хотел, чтобы я могла, как-то, я не получил, да, я думаю, что вы знаете, что я пытаюсь сказать, я не полностью, я не полностью, я не полностью согласен. Я очень рада, потому что есть много элементов, которые я очень рада, особенно тема вокала, которая, как я говорил в предыдущем видео, была, как раз, когда я научил немного о том, о теории harmony и так далее, так что мы будем говорить о том, что мы потом расскажем. Так, ну че, сейчас наконец-то проект посмотрим. Блин, какой же у него здоровенный стакан. Я вообще таких не знаю. Это, по-моему, из Икеи стакан, но они не такие, они вот такие, мне кажется, это какой-то вот такой вот просто огроменный. Кубасик, ничего не подкрашено. Ну ладно, давайте посмотрим, что скажет. Говорит, много каналов, много каналов без даже подписанных имен, много пустых каналов. Ну, сразу видно, такой чувак, может быть, ну не самый организованный, что ли, я не знаю, в плане, ну вот, проектов, да, типа, я не могу сказать, что это плохо. Типа, если ты сам разбираешься вот в своем проекте, то окей, но не знаю. То есть мне в последнее время, конечно, хочется порядочек наводить. Если вы ОКРщик и любитель наводить порядок в своих проектах, это, ну, типа, не обязательно. То есть можно вот так вот довольно в беспорядке жить, как в квартирах Ованского, если кто видел это видео. 150 дорожек, 150 гребаных дорожек. Ну ладно, там из них, конечно, может быть, половина пустых, или там, не знаю, процентов 30. Все равно очень много. Да, он где-то там говорит в своих прошлых видео, говорил, что он не полностью неорганизованный, но и не полностью организованный. Как-то так он, короче, сказал, что, типа, ну, бывает херня. Главное, что он сам разбирается в своих проектах, это хорошо, но, конечно, вот так вот смотреть со стороны на такой бардачелло. Ну, как бы, тут все понятно, на самом деле, если ты разбираешь эти секунды, да, там, в любой давке, но, как бы, я бы вот через три года на свой же проект такой посмотрел, я бы охерел, конечно. So, let's get into the main elements of the song. So, basically, the intro is more or less a sublimination or like a minimization of the main groove and the drums, so that's not really a key part of the song. There is a vocal theme already that starts at 9, Actually, no, this is a micro-tonal little thing that starts here, which I think is, might be called a highlight, if I can find it, this guy. Типа какая-то супер прикольная micro-tonal, я даже не знаю, как это правильно перевести русский язык, да, то есть, ну, какая-то супер-фича интересная, ну, саунд-дизайнерская. Давайте посмотрим, что же он сделал с этим звуком. Piano Tech, это, видимо, пианин какой-то. This is very subtle sound, but we might as well start with this sound here. This was made with Piano Tech. Да, Piano Tech. Piano Tech is a piano simulator, so it's not a sample-based piano. Piano Tech, для тех, кто не знает, это один из самых, наверное, лучших, короче, типа, эмуляторов пианины. Это именно не основано на сэмплах, да, то есть, типа, какая-то пианинка, это, типа, физическое моделирование пианинки. Ну, типа, очень многие хвалят вот эту вот штуку. Интересно, что он прям тупо из неё сделал такой звук. Ну, интересно, ну, давайте посмотрим, что дальше. Да, физическое моделирование. Физическое моделирование, я думаю. И одна из самых, что ты можешь сделать, это выложить разные тюнинг-файлы в них. В самом деле, ты можешь создать свои тюнинг-файлы с очень классным, циркулым диаграммом. И это одна из самых, что выходит из этого, where the note that it's playing is not really in key. It's just out of it, and it gives it this really cool tension when it's played in the mix, or even when it's played within itself, because there's an interval in the sample. Like that one, that one is not really in key. I forgot whether it's sharp or flat, and my hearing is not good enough to tell you that right off. Это, конечно, какой-то прикол. То есть, он сказал, что можно вот этот пианинтек загружать свои какие-то тюнинг-файлы, ну, типа, немножко, чтобы отклоняться от стандартных вот этих вот, ну, там, ноток, да. И, типа, этот звук, он не в тональности, но как-то вот он ему зашёл. Я бы до такого в жизни не надумался, типа, ну, загружать какие-то свои, создавать свои тюнинг-файлы новые. Ну, это что-то очень необычное для меня. Ну, прикольно. Типа, вот в этой вот расстройке, да, как раз, что этот звук не в тональности, есть прикол. Интересно, ну, это сложные уже фишки, то есть, ну, типа, я, если честно, до такого не особо, ну, дохожу, когда, то есть, для меня это как-то слишком, наверное, сложновато, это уже такая, ну, или совсем музыкальная-музыкальная херня, то есть, это, ну, как бы я по правилам обычно предпочитаю ходить, то есть, типа, вот нота, мы её ставим, она в тональности, мы её играем, а тут вот нота не в тональности. Ну, завидую тем, кто на слух музыку пишет, на слух получаются самые интересные идеи, вот как он, в принципе, примерно здесь и сделал. Но он всё-таки понимал, что он делает, то есть, тут разница есть, как бы мы не одинаковы. Вокальщик тоже, что ли, мимо? Типа, он всё переводит в аудио, так что, если вы переживаете, что вы баунсите в аудио свои, там, медяшки, не парьтесь, вон, Ник из Нойси не парится. Мне интересно, но, насколько я понимаю, это из контакта было сделано, у него очень много контактов, здесь фэлконы, музык, шаг, да, конечно, название моё почтение, серум. Группа нету, что ли? Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры делал DimaTorzok Да, Контактикс, библиотека Альбиона, он рассказывает про то, как он хотел создать вот этот вот нарастание, да, то есть создание напряжения дополнительного, эти скрипочки, короче, добавил дополнительные, ну, прикольно Альбион, если честно, никогда не юзал, то есть, ну, по-моему, это какая-то громенная просто библа, я знаю, слышал про нее, многие хвалят за охерительные скрипки, но я не знаю, то есть, ну, типа, если вы юзаете контактовские библы, наверное, вы в этом больше шарите, у меня как бы особо, ну, контакт никогда не приживался Из-под фильтра выходит Интересно, что у него как будто попёрдывает звук, типа, этого в миксе было не слышно, не знаю, то есть, это может быть просто косяк в видео такой, но скрипки дисторшеница чуть-чуть, то есть, ну, по-моему, он борщинул с обработкой, и, кстати, я вообще удивлен, если честно, видеть вот такие вот музыкальные инструменты, как скрипки, да, какие-то, типа... Вокалы, ну, в таком... Все равно трек получился довольно синтетически звучащий, то есть, я бы никак в жизни не сказал, что это скрипки в этом треке, в принципе, есть Да, опять же Что за синт, интересно? Так, не узнаю его... Не, не знаю, что за синт, потом, наверное, погуглю, но больше похоже на какое-то пианино, потому что рояльная прям механика, это вот что-то руландовское, а вот это вообще хрен пойми чё... Напишите в комментах, что это такое... Примерно в последнее видео, да, это просто классный звук звук звука, я думаю, что я его записывал... И это будет вот это... Так, ну это нормальные стринги Хотя это там пиццикаты стринги, видимо, тоже были Вот этоーティный сход Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это тупо громкость, автоматизация громкости... Продолжение следует... 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 Быть нойзей не каждый может. Ладно, посмотрели такой вот видосик. Он хоть и небольшой, но в принципе полезной информацией в нем была. Если вы можете, подписывайтесь на Patreon нойзей, смотрите полный видос. Я так понимаю, там, да, вот 60 минут этот видео идет. Мы посмотрели только 16 минут из него. Очень интересно было. С удовольствием его посмотрел еще. Ну, надеюсь, что я тут нигде не накосячил и более-менее правильно комментировал. Это все дерьмо. Но он, конечно, много тоже говорит. Как бы он, ну, как бы он разжевывает, короче, все свои, ну, типа, мысли. Это круто. То есть мне это тоже понравилось. Ну, конечно, для видео такое немножечко скучновато. То есть базарит, базарит, базарит. 5 минут, потом 2 секунды показывает. Наверное, может, в полном видео как-то поинтереснее. Это все по насыщенней, динамичней. Короче, мне понравился видос. Не знаю, как вам. Отпишитесь опять, если нравится вам такая рубрика или нет. И будем продолжать ее. Я не хочу ее делать часто. Только тогда, когда хочется подчилить. Просто посмотреть кого-нибудь. Так что, да, давайте закругляться. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Здесь выходят видосы регулярные по разным темам. Поэтому давайте подписывайтесь. Прожимайте лайки свои. Короче, давайте, типа, поддерживайте как можете. Обязательно подписывайтесь на нашу тележку. Тут выходят всякие анонсы, статьи. Вот у нас вышел на нашем лейбле Emphasis Music релиз. Между прочим, новый. Целые там ремиксы на мои треки. Вот. От целых трех продюсеров. Поэтому слушайте. И, конечно же, падайте в наш Emphasis Premium. Наш чатик. Наша сердце. Здесь мы слушаем демки ваши каждый день. Вот тут уже дофига демок наслали. Собираем материал на что? На компиляцию. Потому что у Emphasis скоро будет компиляция. Именно среди наших участников нашего чатика. Поэтому, если вы тоже хотите в этом поучаствовать, залетайте к нам и скидывайте треки. Сбор треков идет на эту компиляцию. Для нашего лейбла. Только среди участников нашего чатика. Премиум. Поэтому, если вам интересно залететь на наш лейбл. Welcome. Берем почти всех. Ну, там, единственное, минимальное качество. Конечно, нужно какое-то адекватное. Но я еще помогу допилить. И мастеринг сделаю. И все такое. Так что, да. Залетайте в наш чатик. И становитесь участником Emphasis движухи. Ну, а так что. Спасибо, что посмотрели. Хороших вам выходных. Пишите музыку. Смотрите видосики. И все будет круто. Давайте. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok